Магия Магией правят Бог и Сатана Единый Творец, разделенный в себе Он проявляется в вечном добре Он отражается в дьявольском зле Он в рае ликует Он в пекло огне Творец вездесущий пребывает во всем Через колдовство мы отправимся в дом В колыбель мироздания, света и тьмы Воля Всевышнего, путь Сатаны Нам смертным загадки сии непонятны Тайны духовные для нас необъятны Мы всего лишь песчинки на краю мироздания Мы часто болеем и терпим страдания От безысходности мы молимся Богу Мы отправляемся в жизни дорогу И практикуем пути колдовства Для того, чтобы тьмой победить тьму и зло В нашей душе противоречие Шрам кровоточит на сердце увечье Жизнь беспощадна и очень цинична Мы плачем, в ответ судьба безразлична И в отчаянии горе мы стучимся во тьму Мы обращаемся к древнему злу И начинаем у магии помощь просить Чтобы вновь возвратиться и счастливо жить Так же мы молим у Бога прощение Мы терпим страдания И искупление Очищает от смертных грехов и тоски Мы шепчем заклятия на милость судьбы Логики нет Так жизнь и проходит Кто-то рождается Кто-то уходит Смыслы сокрыты лишь в колдовстве Истина в магии и ведовстве Дорог колдуна, мистический путь Правила магии ты не забудь Если неправедно зло сотворишь То сам на себя порчу свершишь Поэтому будь всегда благородным Добрым и мудрым И к людям незлобным Незлобивый мудрец Вот твой девиз Отбрось любопытство Колдовство не каприз А очень серьезная древняя сила Через старого колдуна Князь всего мира Посылает на землю бесов великих Лукавых чертей Колдунов многолеких Сейчас отворилась дверь колдовства Новый эон Сам сатана Являет свое колдовское таро В нем отражается зло и добро Миг И явился пророк Любомир Его не уместил Весь бренный мир Он архимаг Отец колдунов Повелитель чертей и ведунов Маг и колдун В одном естестве Огненный шар В Любомира руке Силу его Отражает любви Любомир Помазанник Самого сатаны Любомир Маг-двурочник К Богу ведет По пути колдуна Смертных ведет Жезль Любомира Мудрость отца С ним демон лукавый И ангел творца Таро колдуна На землю явил Людей колдовство На века научил С любовью и уважением Автор стиха Ваш Любомир Богоявленский Мои дорогие телезрители Я приветствую вас Вот и свершилось Своим авторским стихом Из книги Любомира Богоявленского Таро колдуна Том 1 Я Телеведущий Экстрасенс Любомир Богоявленский Открываю Пятую серию Своего авторского Эзоцикла Программ Прометей В рамках проекта Лабиринты судьбы На телеканале Свобода Для тех телезрителей Которые видят меня Впервые Я прошу Моих помощников Вывести Видео Справку Обо мне Справка Любомир Богоявленский Маг Экстрасенс Психолог Философ Провидец Парапсихолог Эзотерик А также Таролог С опытом работы Более 12 лет Имеет два высших образования По первому Высшему образованию Любомир Магистр Практической психологии Практический психолог Преподаватель психологии В 2012 году С отличием Окончил Нежинский Государственный Университет Имени Николая Гоголя Где учился 6 лет На дневном отделении Факультета психологии Также Три года Работал в Киеве Психологом В государственных Учреждениях С тяжелыми Психически болеющими Людьми По второму Высшему образованию Отличник Окончил В 2015 году Национальный Педагогический Университет Имени Михаила Петровича Драгоманова По специальности Учитель Английского Языка и мировой Литературы Участник Русской битвы Экстрасенсов 17 Эксперт Ряда телевизионных Проектов На украинских Телеканалах С 2020 года Телеведущий Экстрасенс И автор Эзоцикла Программ Прометей Который Выходит в рамках Проекта Лабиринты Лабиринты Судьбы Пишет параллельно Две кандидатские Диссертации По философии И психологии Сфера научных Интересов Психология Старости Патопсихология Проблемы смерти И бессмертия Личности Создатель И руководитель Центра эзотерики И психологии Прометей Для тех телезрителей Которые Видят меня впервые И которые Не знают О чем Эта передача Я хочу сказать О том Что Эта передача О магии Четыре серии Цикла Прометей Завершены И казалось Уже Конец Но слава Богу По воле Высших сил Это было Только начало Эзотерический Проект Прометей Продолжается Дальше Отныне Начиная Из пятой Серии Все желающие Маги И экстрасенсы У которых Нет проблем С законом И которые Законопослушные Граждане Могут Стать Моим Гостем В связи С тем Что с пятой Серии Гости Везоцикл Прометей В рамках Проекта Лабиринты Судьбы Будут Приходить На коммерческих Основаниях Я Этого Не скрываю Я Не несу Ответственности За их Магическую Практику Помогут Они вам Или Не помогут Но я Могу Сказать Лишь одно Это Лучшие Из лучших Маги Экстрасенсы Ясновидящие Прозорливцы Всего Мира Че люди У которых Огромная Практика Это Лучшие Из лучших У которых Есть Мношество Уникальных Отзывов Клиентов Но Иногда И лучшие Из лучших Могут Обмануть Или не Помочь Поэтому Решайте Сами Мои Дорогие Обращаться К вам Магом Или нет А я Выполняю Свою Работу Дальше Тема Пятой Серии Гадания На Картах Хотите Чтобы я Вам Ваши 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 Также Можете Писать Сюда На Ваши И Второй Номер Плюс 38 098 857 30 81 Это Вайбер И Телеграм Пишите Туда А Также Мои Дорогие Телезрители Я Хочу Сказать О том Что Эта Передача Уникальная Как и Каждая Серия Эзоцикла Прометей У нас Будут Уникальнейшие Духовные Подарки Которые Вам Подарят Два Уникальных Сильнейших И сильных Мастера Магии Чтобы Получить Духовный Подарок Вам Нужно Иметь С собой Мобильный Телефон Или Камеру Возможно Фотоаппарат Для того Чтобы Сфотографировать Уникальную Магическую Программу Которую Вам Подарит Один Из Из Известных Для вас Гостей Мастеру Магии В Телефон Режиме Поэтому Не Переключайтесь И Смотрите Нас До Конца А Также Звоните На Горячую Линию К сожалению Не все Могут Дозвониться Потому Что Много Желающих Попасть В мой Эфир Нам Бывает От 60 100 200 Звонков А Также Звонят Люди Часто Неадекватные Агрессивные Мои Помощники Просто Не могут Выпускать Все Звонки Поймите Они Выбирают Те Истории Которые Во-первых Актуальны Для этой Темы И Которые Понимаете Они Несут Определенный Смысл Для всех Телезрителей Поэтому Если Вы Не можете Дозвониться Не получается Напишите Пожалуйста Письма Вайбер Телеграм Ватсап Звоните Посты Прямого Эфира И записывайтесь На индивидуальные Консультации На индивидуальные Термины В этой Серии Я буду Мои дорогие Телезрители Вам Гадать На Обычной Гадальной Колоде 36 Картей 36 Чертей Четырех Мостей Говорит Народная Мудрость Эти Карты Это Карты Дедов Прадедов Народных Гадалок И у них Огромная Сила Также Я буду Просматривать Ваши Ситуации И на Своей Уникальной Авторской Системе Мистический Путь Гея Или Тару Чёрта Любомира Богоявленского Я хочу Помочь Помочь Изменить Реально Вашу Жизнь Помочь Изменить Вашу Возможно Даже И жестокую И неумолимую Судьбу С помощью Карт Я как Мастер Могу Просмотреть Вашу Ситуацию В жизни Любой Сложности Иными Глазами Глазами Ясновидящего Прозорливца Глазами Практикующего Психолога И учёного Глазами Философа Глазами Мастера Где Моя цель Не навредить А помочь Помочь Максимально Разрешить Любую Ситуацию В вашей Жизни Поэтому Мои родные Я жду Ваши Сообщения Ватсап Вайбер В Телеграм А нам Уже звоночек Я слышу Алло Здравствуйте Здравствуйте Я в прямом эфире Да Да Вы в прямом эфире Как вас зовут Волнуюсь Не волнуйтесь Меня Наталья Зовут Приятно Погадайте Пожалуйста На мужчину Любит Он меня Нет Любит Не любит Как зовут Мужчину Михаил Михаил Пожалуйста Назовите мне Число месяцев Год вашего Рождения Сколько вам лет Мне 38 38 8 мая 82 года Так И Ваш мужчина Вы знаете Его число Месяца Год рождения Сколько вам лет Его зовут Михаил Так 12.01 79 Так Любит Не любит Давайте Сейчас Просмотрим Смотрите Что я вижу Это уникальное Одно из древних Гаданий Которые мне Передали Бабушки Научили На обычных Картах Значит Он вас Любит Но вы Узнали Какую-то Новость О том Что возможно На стороне Есть еще Общение С какой-то Женщиной Ваши отношения Очень запутанные Потому что Этот мужчина Ну скажем так По своей энергетике Он как дьявольский У него какие-то Непонятные Дела Которые Он таит Определенную Информацию Утаивает Возможно Это какие-то Казенные Дела Любит Он вас Любит Но я Вижу По картам Что у вас Не получается Создать Нечто Более Серьезное Что вы Хотели Бы Это так? Ну так Сейчас посмотрим Еще Я дополнительные Карты Вытяну Вот какая Видите Его карта Здесь Это Рыцарь Он умеет Зарабатывать Деньги Он может Защитить С ним Сила Он Вас любит Но есть Помеха Женщина Эта Женщина Я вижу Она пытается Как приворожить Его Как использовать Приворотную Колдовскую Магию Вы замечали Что в последнее Время Он Назначит Например Свидание А сам Может Не прийти Потом Извиняется Да он Говорит Что у него дела Он занят А я не понимаю В чем Деньги Может Это его Прошло Бывшая Жена Так Я сейчас Смотрю Совершенно Точно Возле Этой Женщины Это его Бывшая Жена Так И идет Потому Что Здесь Идут Тузы И Информация О том Что на самом Деле Есть Черное Воздействие Есть Приворот Что такое Приворот Это когда Она Использует Услуги Черного Мага Для того Чтобы на уровне Подсознательного Использовать Какие-то его Элементы Возможно Какие-то вещи У нее остались Либо что-то еще Для того Чтобы Поломать Его волю Соединить Вместе Понимаете Здесь Четко Проснеживается Колдовское Воздействие Но Что вас Ожидает Дальше Я Помогу Вам Вас Ожидает Открытие Дороги Какие-то У вас Будут Интересные События Происходить И вот Этот Негатив Порчу Видите Девятка Пиковая Она здесь Как порча Выступает Я С вас Сниму Мои помощники Запишут На индивидуальный Термин Не унывайте Ваш мужчина Будет С вами Все будет Хорошо Будьте благословенны Мои помощники Вас запишут На термин До свидания До свидания Мои Дорогие Телезрители Карты Это Язык Высших сил История Карта Ру История Обычных Гадательных Карт Уникальна Потому что Еще в Древнем Египте Жрецы А так же В иных Первозданных Религиях Начали Рисовать Божества Богов Рисовать Че Откровения Язык Высших Сил Что им Открывались И они Нарисовали Первые Карты Таро В этих Картах Таро Были Младшие Арканы И 36 Этих Младших Арканов Стали Всем известными Игральными Картами Но на самом деле Это не просто Игральные Карты А это Язык Высших Сил И когда я Вам гадаю То я Как мастер Интерпретую Интерпетирую И объясняю Те послания Что мне Транслируются Свыше Когда я был Маленьким Моя покойная Бабушка Мария Сама Гадала На обычных Картах Она гадала Для себя Но я Когда мне Была 11 Начал Учиться У нее Каким-то Обычным Простым Раскладом Но она Не знала Комбинации Карт Что они Означают И тогда Я Пошел К соседской Бабушке Гадалке Ее называли Баба Галя Жучка Так ее Называли В народе К ней Много людей Хотели Гадаться А ее Внучка Была Моя Подруга Но если Они смотрят То я Передаю Их Семье Привет Я Попросил Она была Прекрасная Добрая Женщина Баба Галя Вот научите Меня Расскажите Значение Этих 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 Тридцати Шести Карт Так Мне Вот идет Свыше Высшая Сила Сейчас Говорит О том Что Какой-то Уникальный Звонок Алло 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 Солнышко Алло Приветствую Вас Приветствую Приветствую Дорогой Любомир Звонит Уникальнейший Гость Уникальнейший Мастер Для меня Это Моя Духовная Мама Для меня Это Мой Я даже Не скажу Это слово Кумир Это тот Человек Которому Я Подражал Которого Много Чего Почерпнул Который Вложил У меня Душу Солнышко Я приветствую Вас Мастер Моргана Спасибо Родной Мой друг Очень приятно Слышит Такие Теплые Слова И вообще Вот эту Благодарность Я это Очень ценю Во-первых Любомир Я приветствую Вас И Вы Сейчас Сотворили Потрясающую Программу И всех Своих Дорогих Телезрителей Я приветствую И я Когда узнала Что тема Сегодняшнего дня Сегодняшней передачи О гадальных Картах Я конечно Не удержалась И давай бегом Свой Талисман Дарить Телезрителям Это Уникальнейший Подарок Ну Это Вы знаете Это Настолько Моя Любимая Тема Потому что Именно поэты Простой Колодик Гадали Предсказатели Судьбы Выражили Все Ведурги Колдун Гадалки Самые Известные Прорезвестные Прорезательницы И даже Сама Госпожа Малет Литерман И я Настолько Влюблена В эту Тему Что я Создала Свою Авторскую Колоду Простых Карт Един Ключик На которой Я не только Я сейчас Гадаю Делаю Обряды Ритуалы Снимаю Порщ Прикрываю Там Дороги Врагам Открываю Дороги Людям Ваши Колоды Гениальны Без Преувеличения Мы делаем Великолепные Талисманы И я Сегодня Моим Дорогим Телезрителям Хочу Сделать Вот Подарите Этот Талисман Огромное Спасибо Дорогие Мои Телезрители Вам Нужно Всего Лишь Натвое Сфотографировать Дорогая Моргана Солнышко Я сейчас Попрошу Моих Помощников Чтоб Телезрителям Вывели Эти Карты С вашей Колодой Ведьмин Ключик Пожалуйста Помощники Выведите Сейчас Это мощнейший Талисман Потому что Во-первых Он заряжен Во-вторых Это колода Которая сделана Специально Для магических Обрядов Так Уже готово Выведено Да Выведено Пожалуйста Телезрители Пускай фотографируют Отлично Итак Фотографируют А я Сейчас Насчитываю Сейчас Заговор 36 Кар 36 Врат Ведьмин Ключик Службу Мне Сослужите Тузбу Вновой Удачи Всех Людей Наградите Если Ты прямо Пойдешь То Фарт Тебя Ждет Если Назад Повернешь То Век Свой В доставке Проживешь Налево Свернешь Удачу Найдешь Направо Пойдешь Богатство Найдешь На месте Замрешь В славе До почести Проживешь Двери До ворота На фарт Открыти Все Дороги На достаток Раскрыты Я Моргана Дело Своё Сотворяю И Фартовую Дорогу Навек Тебя Наделяю Аминь 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 В кошелечки Дорогу Дорогу Спасибо 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 Что Вы Есть Вы Тот Уникальный Мастер Который Навсегда Оставил След В моей Жизне Я вас Очень Люблю Уважаю Спасибо Что Вы Есть В этом Мире Вы Лучшая Из Лучших Сильнейшая Из Сильных И Спасибо За этот Уникальнейший Духовный Подарок Да Пребудет С Вами Сила Спасибо И Удачных Вам Эфиров Пусть Как Можем Больше Людей Слушают Эти Эфиры И Приходят К вам За помощью Все Я вас Всех Обнимаю И С вами Я думаю Прощаюсь Ненадолго Будьте Благословенны Спасибо Огромное Что Вы Дорогие Телезрители Моргана Это Человек Не просто Человек Это Человек С Огромнейшей Большой Буквы Который Навсегда Оставил Свет Моей Жизни Потому Что Она Сильнейший Мастер Гадательных Карт У нее Есть Целая Своя Империя Карт Морганы Как Работают Карты Как Я уже Говорил Это Язык Божеств Это Язык Высших Сил Боги Высшие Силы Их По-разному Называют Во все Времена Избирают Тех Людей Которые Вне Зависимости Даже От их Знаний Образования Наделяются Силой Трактовать Карты И читать Вот Эти Послания Высших Сил Которые Через Карты Бог Или Дьявол По-разному Можно Называть Транслирует Другому Человеку Через Мастера Отвечая На его Сокровенные Вопросы Дорогие Телезрители Звоните Мне Прямо Сейчас Прямо Эфир Если Не Можете Дозвониться Пишите Вайбер Ватсап По номерам Плюс 38 093 093 264 17 77 Это Ватсап И так же На номер Плюс 38 098 857 30 81 Это Вайбер А так же Телеграм Сила Карт Века Века Услушайтесь В это Слово Не Иссякает И никогда Не иссякнет Карты Это Мощнейшая Психотерапия Души Человеческой Это То Что Помогает Человеку Преодолеть И разрешить Любую Самую Безнадежную Ситуацию Карл Густав Юнг Я Как Дипломированный Психолог Хочу Еще Вас Просвещать И психологическим Знанием Он Создал Уникальную Научную Теорию Личности Каждый Из вас Мои дорогие Телезрители Уникальная Личность И Личность Состоит Из Трех Структур Эго Индивидуальное Бессознательное И Коллективное Бессознательное Эго Это Наше Я Это Наша Сознательная Часть Личности Наше Мышление Наши Высшие Познавательные Психические Процессы Это Самосознание В нашем Индивидуальном Бессознательном Через Процессы Памяти Накопляется Вся та Информация Которую 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 От Рождения И Во Весь Наш Жизненный Путь Приобретаем Это Позитивный Опыт Это И горький Опыт Все То Что мы Проходим В школе Земной Жизни А коллективное Бессознательное Это То Царство Та сфера Которая Понимаете Объединяет Все Человечество Всех Представителей Вида Гому Сапиенс И потому Человек Психо Биосоциальное Существо А нам Звоночек Алло Здравствуйте Здравствуйте Так У меня Вопрос Я Слушаю Ваш Вопрос И как Вас зовут Пожалуйста Представьте К Любомиру Да Это Любомир Я и есть У меня Голос Такой Как Ангельский Понимаете Некоторые люди Могут Не понять Он женский Или он Мужской А это Ангельский Это Голос Высших Сил Я Слушаю Вас Хорошо У меня Такой Вопрос Ну Вернее Проблема Не волнуйтесь Я ощущаю Вашем Голосе То Что Вы Волнуетесь Смотрите Я У меня Семья Как бы Трое Детей Есть Вот Но Здесь Проблема В том Что Есть Еще Как Вы Говорите Мой дорогой Не волнуйтесь Ну Любимый Мужчина У меня Так Я понимаю И вот Я И вот Он Последнее Время Стал Требовать Развестись Вот И Чтобы С ним Оформить Союз Вот Однако Я бы Не хотел Бо Терять Ни Жену Ни Детей Вот Что Мне Делать Подскажите Ну вы знаете Что я Хочу вам Сказать О том Что вы Огромный Молодец Что вы Не побоялись Мне позвонить Задать Эту Ситуацию Так Я быстро Сейчас Просматриваю Делаю Экспресс Диагностику Значит Так Вашей Ситуации Так Значит Смотрите Что я Вижу И что я могу Вам сказать Ну Во первых Я вижу Этого Мужчину Вот он Король И эту Вашу Супругу Женщину И вы Как Между Двумя Полюсами Потому что Вы Бисексуал Все таки Я так заключаю Нравятся Мужчины И женщины Но он Поставил Вам Ультиматум Ему Надоели Эти Любовные Хлопоты Я так понимаю Что вы Из какой-то Европейской Страны Мне звоните Потому что Там Возможные Однополые Партнерства Браки Это так Да Значит Что я могу Вам сказать Здесь Необходима Чистка Ваших Отношений С вашим Возлюбленным Партнером Накопилось Много Негатива И много Непростых Моментов Вот здесь Нужен Комплексный Подход Я буду Сами Работавать Как и Дипломированный Психолог Здесь Бояться Не стоит Не стоит Путать психологию Из психиатрии Я помогу Вам психологически Найти к нему Подход Чтобы эти Конфликты Которые в отношении У вас возникли Разрешить И я Научу вас И дам советы Как с этой ситуацией Выйти так Чтобы Вы Были В выигрыше И были счастье Если вы захотите Быть Чтобы и жена Была И был этот мужчина С которым Я вижу Что вы уже Много лет живете Будете жить так Если же Потребуется Ситуацию Поменять То я помогу Вам это поменять Также на магическом уровне Необходимо Срочно Чистка Ваших отношений Вы ревнуете Я ощущаю Да Вы переживаете Вот карта греха Что он изменяет Какого-то мужика Ваши нового Нашел парня То есть Вы уже волнуетесь Что он бросит Ну у вас очень Я понял У вас очень серьезные С ним отношения С вашим мужчиной Как его зовут Еще разочек Име Валентин Валентин Значит Ну с Валентином У вас очень серьезные Отношения И этот Вот Сразу актив Ну я не буду Сейчас Влубляться В сексуальный План Я понимаю Вы очень волнуетесь Я буду завершать Нашу Сейчас Консультацию Мои помощники Запишут вас На термин Мы будем работать Необходимо будет Минимум 5 сеансов Я помогу вам Все это разрешить Все будет хорошо Я буду за вас молиться Будьте благословенны Хорошо Спасибо большое Всего хорошего Я буду на линии Вы огромный Да Сейчас выводите на линии Вас запишут мои помощники Всего хорошего Хорошо Мои дорогие телезрители Какие вы молодцы Что вы Звоните И не боитесь Говорить о сокровенном Великие Маги Великие Гадалки Великие Предсказательницы Эти люди Выполняют Своё предназначение Чтобы спасать Людей И помогать им И мне посчастливилось Знать Великого Практика Гаданий Без преувеличения Величайшую Ясновидицу Человека Который Спасает И который Всю свою Жизнь Отдал На служение Людям Это Жанна Это Уникальная Ясновидящая И гадалка Красавица Моё Милое Солнышко Жанночка Богданович Я приветствую Вас Здесь Это Человек Который Служит Не покладая Своих сил И рук Человечеству Людям Всю свою Жизнь Уже с раннего Детства Это Сильнейший Энергопрактик Мы смотрим На вторую Камеру Сейчас И я вас Приветствую В студии Солнышко Спасибо Это Вам Так как Мы вас Любим Уважаем Какой Боже мой Какие Колоды Это Это Древние Какие Это Ваши Колоды Вы мне Боже Спасибо Огромные И свеча Заговорная Вот эти Три свечи Выливают Человеческие Лица А Боже мой Для вас Обереги Спасибо Моё Солнышко Я вижу Здесь Жезл Я не буду Открывать А вот эти Денюшки Это Свеча Для Фарта Спасибо Огромное Вам Спасибо Родной Друг Я Знаете Преклоняюсь Перед Вашим Мастерством И я Хочу Попросить Моих Помощников Показать Сейчас Видеосправку О величайшей Ясновидящей Без Преувеличения О Гадалке Из Одессы Жанне Богданович Смотрим На вторую Камеру Солнышко Магической Практики Ясновидящая Жанна Снимает Самые Тяжелые Порчи Ставит Мощнейшие Обереги Купола Гадает На картах Видит Прошлое Настоящее И предсказывает Будущее Сильнейший Мастер Предсказательного Руки Руки У нас Одна От Бога Другая От Людей Божий Не мог Чтобы Он Родился Плохим Правильно Он Был Порядочный Опять Это Рука Бога Начал Петь Обзываться Бить Это Рука Своей Судьбы Какой Он Сам Себе Нарисовал Своей Рукой Совершенно Согласен С вами Спасибо Вам За Ответ Если Судьба Есть Все же И Бог Дает Информацию Судьба Предначертана Как Изменить Судьбу Как Это Возможно На вторую С камеру Смотрите Если Например Боженька Подает Знак Человеку Человек Что не Понимает Опять Подает Знак Дает Ему Ангела Своего Ну Бывает Ангела Уходит От Людей Из-за Чего Ну Поведение Неправильное Везут Себя Неправильное Не Общается С этими Ангелами И Вот Такая Ситуация Происходит У Людей Получается Вот Так Она Идет Но Все равно Бог Видит И Хранит Береженого Бог Бережет Это Всегда Есть И Будет Жанночка Вы Очень Известная Гадалка Как в Одессе Так и в просторах Беспривлечения Всего СНГ Когда вы Впервые Научились Гадать Мне было 12 лет Как я В Мальфарке Стареньке Приняла Дар Я ее Безумно Любила И она Меня Любила Она Очень Сильный Мастер Была Очень Сильный Она Не всех Принимала Ну Принимала И у нее Не было Такого Чтоб Больше Меньше Люди Давали Сколько Давали Так Она И брала Денежки Там И так И она Меня Научила Я Знаю У вас Уже Много Лет У нас Знает Такого Вопроса Честный Человек Бедный Или Богатый Пришел У меня Все Клиенты Не На Людям Мои Клиенты Это Моя Семья Я С ними Больше Присутствует В жизни Чем Своей Семьей Жанночка У меня Вам Еще Вопрос Как Ясновидящий А ясновидящими Рождаются Или Ими Становятся Телезрителям Интересно Нашим Ну Смотрите Есть Некоторые Принимают Дар От кого-то Так Есть Самоучки Что Учатся Там Читают Там Пишут Поняли Ну Потом Могут Научиться Да Есть У людей Какие-то Стресс Бывали В кому Аварии Кто-то Умер И Появляется Этот Дар Но Некоторые Люди Не умеют Его Развивать Опять У них Идут Какие-то Неприятности Чтоб Они Помогали Людям Так Я Благодарю Вас За Этот Ответ Я Ощущаю У Вас Самородка Могущественного Которого Эта Мальфарка Раскрыла Вашу силу И потенциал Это Ваша Судьба Помогать Людям Жанночка У меня Такой Еще К Вам Вопрос Вы Прекрасно Гадаете Вы Очень Точно Вот Есть ли У Вас Любимая Колода Карт Какими Картами Вы Пользуетесь Пригаданием Я Всегда Обычными Картами Всегда Вот Этими Картами У меня Много Колод Есть Карт Но Я Только Пользуюсь По-старинному Да Только Этим Но Иногда Вот так Просто Беру Людей За руки И Начинаю Говорить Где Что Болит Где Что Происходит Надо Сходить К доктору Не Надо Солнышка Я напомню Сейчас Телефоны И Уникальность Заключается В том Что Вы Можете Задавать Любые Вопросы Не Только Мне А Также Жанне Ясновидящей По номерам Плюс 38 0 93 264 17 77 Это Ватсап Плюс 38 0 98 857 30 81 Это Вайбер И Телеграм Также Номер Телефона Жанны Плюс 38 0 68 650 25 25 Это Жанна Богданович Пишите Ей Вайбер Звоните И После Нашего Эфира Это Сильнейший Мастер Жанночка У меня Еще К вам Такой Вопрос Звоночек Звоночек Нам Кто-то Звонит На первую Камеру Смотрим Алло Алло Здравствуйте 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 Меня зовут Галина Я вас Слушаю Ой Вы знаете Я так плохо Ем Так плохо Сплю У меня Такая апатия Я Не знаю Что Со мной Происходит Вот Просто Вы Моя Последняя Надежда Смотрите Вы Не спите По ночам Правильно Вам Вы Не можете Понять Где ночь Где день Что происходит У вас Последнее Время У вас Между грудями Стоит Клумок Вас Знать Что Тяжело Иногда Дышать Это У вас Тоже Происходит Вы Возле Своего Двора Возле Калитки Нашли Землю И Обработанную Землю Спокойника Ну Были Какие-то Похорона Были И вы Присутствовали И вам Еще плюс Затылки Бросили Чуть Земли Вам Нужна Было Такое Да Вот Вам Нужна Чистка Хорошая Чистка Поможет Да Чистка Конечно Поможет Чистка Хорошая Делается Ставляется Купола Ставится Сощиты Обереги И все Налаживается Да Давайте Сделаем Тогда Мне Чистку Мои Помощники Запишут Вас К Жанне Вы Будете Работать С Мастером Она Сильнейшая В Не только Ясновидении Не только В гаданиях А также В снятии Самых тяжелых порч Это тяжелая Очень порча Что говорит Жанночка Потому что Здесь Кладбищенская земля Эта порча Вас убивает Ее нужно Отчитывать Чистить То есть Это мощнейшее Снятие Порчи И я знаю О легендарных Защитах Куполах Которые Проводит Жанночка Поэтому Мои помощники Запишут Обязательно Вас Жанна Почистит Вас И поможет Будьте Благословенны Сегодня Мы прощаемся С вами Оставайтесь на линии Наши помощники Запишут Всего хорошего Жанночка И мне сразу вопрос Вот Вы уже вспоминали О защитах Куполах Это легендарные Ваши защиты Можете пару слов Сказать для телезрителя Смотрите На вторую камеру Сейчас смотрите Значит Что это такое Вы знаете Если кто-то сейчас Где-то там Рядышком Берите быстро Баночку Водичку Духовный подарок Да Это вам духовный подарок Будет от меня Яйцо И я буду Читать молитву И при этой молитве Будут ставиться Купола Один купол Снимается болячки Нечисти Проклятия А другой купол Будет даваться здоровья Благополучия Любви Но уже и то время На кусочек хлеба Боженька А если Бог даст На кусок хлеба Все остальное Будет у вас Прекрасно Значит Вы сейчас Телезрители Пожалуйста Начинайте Это делать Что сказала Вот Жанночка И вы будете Сейчас читать Прямо В голос Почитаете Все хорошо Кто хочет Зажигает Свечу Да конечно Кого под рукой Есть свечечка Можно свечку Во имя высших сил Можете читать сейчас Месяц молодой На тебе хрес золотый Ты в море купался Людям показался Божья мать У тебя великая сила Великая власть Я не робила Но я снимаю На леса На горы Там где люди не ходят Там где курят Не ходят До людского зона Нема Знимаю купола С печени С крови С нечести Подклады Смерти Запечатаю их Ставлю купол Даю счастья Здоровья Любви И удачи И благословения От Бога И Ангела Спасителя вам В пути в дорозе Все Оставайтесь Благодарю вас Такая энергия Я перехожу Сильная энергия Вы занимаетесь Гаданием Больше 35 лет Расскажите Какую-то особую Историю С вашей практики У меня была Смешная история Здесь же смешная история Но здесь и такая У меня был клиент Клиент очень болел Очень тяжелый обряд Пришлось на кладбище проводить Перед этим Мы идем к покойникам Договариваемся Днем находим Могилку Ну я его Привезла Ну и начинаем Проводить ночью обряд Он перепугался И убежал Есть люди Какие боятся Этой Я осталась Закончила обряд Ну в ту же минуту Это была проводная неделя Вот как проводы И уже на выход выходить Человек просто заснул Вот там Пил Поминал кого-то И заснул И он начал орать Перепугался меня Но я же понимаю Что он не покойник Боя покойника Очень хорошо чувствую И с ними разговариваю Этот клиент Завел машину И быстрее уехал Это так было смешно С одной стороны Но с другой стороны Интересно Что он потом вернулся Забрал Попросил у меня прощения Но видите Какая ситуация получилась Обряд Мы закончили На кладбище Но Мы двоим Людям Жесть спасли Один Никогда больше пить На кладбище Не будет валяться Потому что он уже понял Что играется А второй Да А второй Уже обряд провел Вот такая история Была Спасибо Спасибо за ваше мастерство И еще хочется Задать вопрос О вашей практике Вот Вы уже рассказали О берегах Куполах А вот Что еще Расскажите Вот Про вашу работу Что вы практикуете С чем могут люди К вам обращаться Мы не можем сейчас О лечении говорить Каких-то болезней Ко мне люди приходят Кого дети Человек нету Так У кого очень тяжело С бизнесом Я их тоже подтягиваю Есть детки маленькие Приходят У них существенность Ну там получили Я понял Я тоже это Работает Есть Работаем с людьми На последняя клиентка была Она после аварии Шевелиться Не мало Ну по крайней мере Она уже пусть может Себя помыть Переодеть Да Все что от Бога Я Например Если Бог Что от Бога Свет Я понял Бог если присудил Я не умешиваюсь Я не имею права А все что от людских рук сделано Где-то набрались Нахватались Где-то сгрешили Где-то с 20-го поколения Зашло Я эти все вопросы решаю То есть Жанночка Вот такой вопрос тогда Гадать Как вы считаете Это грех Или гадание Бывает на картах И от Бога Смотрите Есть люди Есть люди Ну вот гадаю Да Например Ну на таких картах На таких Разницы Какие карты Но если от Бога Человеку сужено Помогать И спасать людей Из этим гаданием Можно где-то кому-то Жизнь спасти Знаете Говорят Береженого Бог бережет Это правда Где-то объяснить Что это так нельзя делать А завтра будет так И этот человек Может в этой ситуации Остаться жив Поэтому Есть дары От Бога И что Боженька прощает Потому что этот дар Он сам дал нам Это карты Как язык Бога Как язык высших сил И вы считываете Я очень впечатлен тем Что вы Жанночка И я не раз это убеждался Вы считываете информацию Даже без карт Как я ставите Еще клиентка позвонила И вы считали информацию Ключевую У меня ладошки Видите Как теплые Идеально И вот когда приходит человек Да У меня бывают замашки И приходит человек Я выхожу И говорю Я вас не приму Почему? Ну не могу Идите Ищите других Не то что у меня силы нет Нет Этот человек Бывает такая ситуация Что я его не могу Принять Нет воли высших сил Я без Бога Никуда Шаг не пойду Каждого человека Я опять же Выпрашиваю У Бога Кому жизнь Кому здоровье Иногда Очень тяжело Через себя все прохожу Депрессии Вот это все выносится Вы глубоко верующий человек У меня сын У меня сын У меня сын Через его назвал А вот Жанночка Сухрещен Хочу сейчас Обратиться К телезрителям Дорогие телезрители Я напоминаю номера Звоните ко мне И к Жанне По номерам Плюс 38 093 264 1777 Это Ватсап И плюс 38 098 857 30 81 Также пишите Ваши смс Сообщения На Вайбер И в Телеграм И Звоните Жанне Богданович И сейчас И после эфира Ее номер Плюс 38 068 650 25 25 Также пишите Ей Вайбер Жанночка У меня Еще такой Вопрос Любовная Магия Помогаете Львы Людям Снять Так называемые Венцы Безбрачия Печати Одиноченства Найти Женщинам Свою Вторую половинку Есть такой обряд Они бывают По поколению берут По роду И не может Девочки Вот до замужества Доходят И мужчина Уходит Получается Или долго не может быть Это простой обряд Другой форма Это покупается Фата Обычная Самая дешевая Берется полынь Полынь Она все В высшей Вагоне Чернобритцы Полынь Вот это все Ромашку Это разлаживается Разнос Фата Ей накрываем голову И вокруг нее Ходим Читаем молитву Сильнейшую И спаливаем И потом В этот разнос Спаливаем Фату И вот это Делим на 4 части Идем Например Одна вода Вторая вода Третья Четыре воды Раскидываешь по воде Ну При воде Когда бросаешь Надо лить Или молоко Или какую-то денежку Мелочь бросить Потому что вода А у нее тоже Есть свое собственное Что нам можем Престить Потому что Если не сделается Откуп от воды Человек может Просто чаем Водой затыкнуться Что такое Откуп для наших телезрителей Возможно Кто-то не знаком С этим понятием Откуп Откуп Это Смотрите Когда вот Например Проводится Такой обряд Это не значит Что там Большие суммы Или там Золото Бриллианты Как там Вы понимаете Нет Это берется Мелость свеченая Обычная Мелость свеченая Там Жменьку мелочь И когда вот это Идете Раскидываете Вот эти Все Кидаете Сразу и мелочь Это откуп Бывает люди Делают откуп На перехлест дорогах Ну Никогда нельзя Поднимать На перехлестке Если человек болеет Например сильно Он просто Вот может Любую вещь Свою дорогую Дешевую Снять Кинуть на перехлесток И сказать Возьми вместе С моей болячкой Человек поднял И все И вот это Все зарабатывается Спасибо Вот Такой еще Мне интересный вопрос Как ясновидящие вы Видели ли вы души умерших Они как-то приходят Поделитесь какой-то Возможной историей Об этом С вашим опытом С умершими Я честно говоря Больше дружу Чем наверное С живыми Знаете Когда Вот умирает Там кто-то Клиенты приезжают И просят У Жанна Поехали Там на похороны С нами И это было Случай Много раз Узнать Как там Спокойник Или ему Там все Надо Или он там Миссию Не закончит И вот Пока все Похороны Проходят Я все Контролирую И опять же Сажусь возле Гроба Мысленно разговариваю Спокойненько Всегда говорю Ты умер У тебя большая сила Большая власть Может у тебя Какая-то миссия Здесь оставь Может тебе что-то нужно И вот Если что-то нужно Я вот эти ошибки Их не исправляю Сразу на месте Огромное спасибо Многих людей Интересует Проблема финансов Вот я знаю Что вы работаете С этим Помогаете И бизнесменам И даже Скажем так Хоть мы не политику Не умеешь И депутатам Отчего Вот безденежье У людей бывает Если какие-то Возможно Это порчи И какой-то Возможно Советик дадите Нашим телезрителям Как поправить Своё благополучие Это получается Такая ситуация Смотрите Во-первых Зависть Очень срабатывается Боженька Он зарабатывает Есть Другие масла Другие масла Сложивается В эти Денежки Всё С конвертика Перевязывается Чёрной ниткой Красной ниткой И белой Несётся На перехрёсток Сжигаете Монетки Какие Остаются Их надо Одну монетку Под дерево Закопать Другой На поле Прекрасно И вот эти Две монетки Какие Остаются Несутся На кладбище Только не в ход А за воротами Попросить У покойника Прощения Поставить Там в воротах Чуть-чуть конфетки Или венца Задобрить Покойника Будут тоже Их нельзя трогать Лишний раз Почему Покойника Потому что Когда их Зрезали У них Всё замёрзло Вот как Покойник лежит Мёртвый Ничего не шевелит У него Так и В этих людей Вы знаете Жанночка Я знаю То что Бабушке Которые мне Передавали Тоже многие Знания Рассказывали Подобные Обряды Я вижу То что Естественно Что это Вас научила И передала Ваш учитель Это ещё Родовые Самые Вот эти Сильнейшие Старые Мощные Действенные Обряды Очень старые Поэтому Мои дорогие Телезрители Вы можете Позвонить Время потихонечку У нас уходит Поэтому Я прошу вас И призываю Звонить нам Прямой эфир А также Индивидуальные Консультации Записываться По номерам Плюс 38 093 264 1777 Ватсап Плюс 38 098 857 30 81 Это Вайбер И так же Телеграм И вы можете Звонить Прямо сейчас Ясновидящий Жанне Богданович Задавать Ваши вопросы Либо записываться К ней На консультации Уже После нашего Эфира По номеру Плюс Плюс 38 06 58 6 650 25 25 25 И пишите Жанне Обязательно Вайбер Любые ваши вопросы Любые ваши ситуации Жанна Сильнейший И сильных Мастер У нас Подходит Время К концу Жанночка Я так счастлива Что вы пришли Для меня Такая-то честь Скажите Нашим телезрителям Вторая камера Какое-то пожелание Вот кратко Там Секунд 15 Главное вам Желаю Счастья Здоровья Бо здоровья Никогда Ни за какие Деньги Не купишь Удачу И мир В семье Спокойство Чтоб ваши Чаши Были Всегда Полные Чем полны Добротой Любови И здоровья Оставляйтесь И с Богом Огромное вам Спасибо Дорогие телезрители Благословения Высших сил Счастья Радости Я счастлива Что вы Жанночка Пришли Спасибо за ваш подарок Дорогие телезрители Мира Благополучия Просветания Счастья Ваш дом Слава Высшим силам Мы с Жанной Будем за вас молиться До свидания Редактор субтитров А.Семкин